Это видео будет посвящено Дендро Гипостазису. Да, он находится в Сумеру, в пустыне, и пришло время посмотреть, с какой скоростью я смогу его уничтожить, да и гайд, я думаю, записать стоило бы. Так, Дендро Гипостазис, ребята, находится реально в пустыне. Точка его находится вот здесь, вот туда можно добраться с помощью данного телепорта. Сейчас я вам покажу, потому что, скорее всего, у кого-то возникают трудности. Телепорт был сверху, вы испрыгиваете вниз, и тут прям пещера. Вы спокойно можете добраться до него, просто пройдя всю эту пещеру. И да, этот гайд будет уникальным тем, что, ребят, я его уничтожал один раз в событии, и на самом деле мало что про него знаю, но я с удовольствием вам расскажу все, что выясню в момент битвы. Ну и вспомним, конечно же, все детали события, возможно, это пригодится. У меня пачка уникальная, ребят, нет аяки, я не знаю, что из этого будет, я хочу поэкспериментировать прямо на этом видео. Ох, ну пожелайте удачи, я не знаю, сильно нервничаю. Опасный этот гипостазис, этот кубик, поехали, давайте посмотрим. Ознакомимся, конечно же, давайте сначала с его скиллами, его движения, атаками. У него всего лишь несколько скиллов, вот одна из них, это лоза, ребят, смотрите, такая штуковина, которая... Ух ты, новый противник, прекрасно, я его события уже уничтожал. Вот, смотрите, только что на ваших глазах был один из четырех, по-моему, его скиллов, когда он вызывает лозу из земли. Не стойте на месте, особенно... Вот, это вторая его атака, ребят, три раза он прыгает, последний будет очень опасный, и он взрывается, кстати. И область очень большая. Чтобы его атаковать, ядро, когда становится активным, вы можете спокойно его бить. То, что я сейчас как раз и вам показываю. Это два скилла у них был, да, но у него есть еще несколько, ребят, опять лоза, да, смотрите. Не стойте на месте, появляются опасные, скажем так, о, опять, можно бить, можно бить. Ну да, я на самом деле сейчас второй раз его уничтожаю, но гайд будет великолепно. Следующая стадия, ребят, следующая стадия дерева, ни в коем случае не находитесь в центре, потому что они, видите, сужается кольцо, и когда будет очень больно, когда они, ребят, все дойдут до вас. И он еще взорвется, кстати. Он будет очень большим, я не хочу пробовать, ну, может быть, чуть попозже. А что он, последняя атака, это вот эта последняя атака, ребят, вот, он будет стрелять бомбами. Вы просто бегаете от него, и, естественно, он вас не достанет. Ну что, в этой пачке нет аяки, ребят, по определенным причинам. Я пока, я сейчас покажу, как его можно уничтожить. Извините, еще раз, это еще одна из атак. Хваст хвост какой-то, что это, я не знаю. Но, тем не менее, по-моему, это пятая последняя атака, ребят. У него больше ничего нет. Смотрите, я вызываю некоторые реакции, стимуляция сейчас была, поэтому я и взял мне стояки электричества. В этой пачке все персонажи нужны, и все... Ой, а еще раз, секунду, секунду, засмотрел, прошу прощения. А все четыре элемента в этой пачке нужны, ребят. Сейчас вы поймете, почему. Да, урон, конечно, будет очень-очень маленький урон будет. Сайна, конечно, у меня сейчас прокачан, но боюсь этого недостаточно. А я, конечно, намного лучше справлялась. Ладно, потестирую сначала Сайна, а потом... Кстати, в этот момент я бы хотел бы поэкспериментировать, и если в конце видео, естественно, будет... Ну, поехали сейчас с ультой попробуем. В конце видео, естественно... Ааа, нет! Как же это было отвратительно, ребят. Вот это сейчас было реально отвратительно. Минус ульта, минус ульта, что могу сказать. Так, а сейчас можно немножко подлечиться, да? Немножко побить его. Не слушайте, а Сайна так-то неплохо наносит уроны. Я беру свои слова обратно. На самом деле, возможно, его стоит оставить. Ладно, давайте сейчас посмотрим. Так. Нет, таланты не прокачаны до конца. Если были бы они прокачаны, я думаю, что он мог бы соревноваться уже вместе с Аякой. Ну, критов нет, видите? Критов нет, это печально. Самое интересное будет в конце. Мне долго придется немножко подашить, конечно. О, кстати, в этот момент идеально же можно бить. Смотрите, это прекрасно. Смотрите, это прекрасно. Лучшим, конечно. Кстати, дерево, смотрите. Когда расцветает дерево, я вам показывал, да? Сейчас будут они уменьшаться. Я успею, наверное, убить его. И лоза, видите, ушла полностью. Мне, кстати, надо было ела не использовать. Смотрите. Теперь я показываю, как его надо уничтожать. У вас есть в пачке, конечно же, дендера персонажа, который будет активировать три вот этих... Я не знаю, как их назвать. Смотрите, полоса зеленая, да? Сверху. Эта полоса означает, насколько быстро сможем его уничтожить. Если она полностью заполнится до того, как он пройдет определенное время, то мы его быстро уничтожим. Кстати, я не успел, да? Смотрите-ка. И он восстановил себе ХП. Но это моя была, конечно же, ошибка. Но сейчас мы... О, слушайте, он... Да, сложнее намного его уничтожать. Сейчас попробую с ультой Елане это сделать. Шалить. Так, а если я скидну фиадапу? Пам, как тебе прекрасно, да? А теперь можно попробовать... Ну да, слушайте, он прям вот реально не хватает, как будто немножко больше, больше урона. Даже Елане со своей ультой совсем особо мне не помогает. Давай дерево свое. Я буду с удовольствием тебе по бомбе. Ах, эти бомбы. Сейчас все пройдет. Как печально. Да, я буду все-таки пытаться с Аякой. Не пройти его на скорости, потому что здесь Сайна хоть и хорош, но, к сожалению, он не подходит по количеству урона, который он наносит, естественно. Так, вот, отлично. Это прям идеально для меня, если я успею, конечно, все сделать вовремя, да? На этот раз. Есть. Есть. Смотрите, полоса сохранилась, поэтому если вам не удалось его уничтожить с первой попытки, то обязательно... Ой, ну как же это... А, нет, смотрите, работает. Если не удалось с первой попытки, ребят, то со второй вы спокойно сможете это сделать. Ну, сейчас вот все. Мы финал увидели. То есть он полностью уничтожается, только после того, как он проходит полное очищение. Очищение — это зеленая полоса, которую мы видели. В принципе, я на самом деле рассказал вам всю информацию. Я думаю, что гайд будет полезен. Давайте посмотрим, что хотя бы мы получаем за его победу. Ну, здесь, естественно, есть возможность получить материалы на развитие персонажа. Ну, я вижу этот материал первый раз, учетом того, что я его фармлю первый раз, а дерусь второй раз после события. А это нужно для дендер-персонажей, скорее всего. И также здесь вы спокойно фармите изумруды. Ну что, а теперь давайте посмотрим, с какой скоростью я смогу его уничтожить. Но на этот раз я не буду брать сайн. Ребят, извините, конечно, я попытаюсь это сделать с аякой. Спустя 3-5 минут он появляется опять на том же месте, и вы сможете опять его фармить. Ну, давайте посмотрим, с какой скоростью я его уничтожу. Естественно, сначала я попытаюсь себя усилить. Но хочется посмотреть, с какой максимальной скоростью я смогу его уничтожить. Поэтому для этого мне потребуется даже бутерброда съесть. На всякий случай. Так, ну что, в принципе, я готов. Поехали. Давайте посмотрим. Самое интересное, что я не показал, это в момент его уничтожения также есть возможность его использовать электро. Вот, это хорошо. И вот это то, что ему нужно. Давай-давай-давай-давай. Надо было елань использовать. Елань надо было использовать. Ох, я не успел. 30% и он становится опять неуязвимым. Мы это уже где-то видели, да, согласись. Так, хвост и хвост, что это? А, я понял тебя. Ну, я сейчас, смотри, что сделаю. Так, второй раз. И давай, третий, а я буду использовать в льду. Идеально. Ох, ах, ах, неидеально. Ладно, ладно. Справимся, ребят. Поехали, поехали. Я успею, наверное, сделать это все-таки, нет? Не успел, да? Последний 30%. Так. О, это как раз для меня. Спасибо большое, что ты прям именно это выбрал. О, больно, конечно, у меня очень страшно. Ну, давай, давай, давай. А вот сейчас будет конец, да? Не успею это сделать. Смотрите, переключаемся теперь на колее. Заряжаем. Электричество в этот момент бьет, причем ускоряет процесс. Если я сейчас сделаю вот так вот, смотрите. Оп, оп. Я могу это сделать? Электричество. Смотрите, как быстро ускоряет, ребят. Офигеть, это работает. Уху! Я, на самом деле, до последнего не верил, что эта реакция поможет. Вы поняли, наверное, как это работает, да? То есть, в момент, когда вы все-таки их активировали, и очищение пошло, вы можете электричеством ускорить процесс заполнения зеленой шкалы. Это было классно, ребят, увидеть это вживую, да? Так, я заберу, короче, награду. В принципе, она мне нужна. Возможно, когда-нибудь пригодится. Я не против получить ее еще раз. И, кстати, красная кнопочка всегда находится под видео. Вы ее нажимаете, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставите лайк. И, естественно, смотрите видео до конца. Для меня это очень важно. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok